За прошедшую неделю заболеваемость с коронавирусом в регионе увеличилась почти на 35%. Рост коснулся почти всех возрастных групп. Одна из основных причин сложившейся эпидемиологической ситуации – слабый контроль за соблюдением ограничительных мер, уверен губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил неудовлетворительную работу в ряде муниципалитетов Самарской области. Это касается как общественного транспорта, так и торговых центров и организаций бытового обслуживания. Я сказал провести везде муниципальные штабы. Главные врачи должны быть, свои предложения все дать. Они видят, в том числе, я уверен, резервы, могут предоставить информацию в разрезе вакцинированных по предприятию, которые есть, конечно же, у главных муниципальных образований. Значит, работу эту спланируют, еще раз подчеркну, сегодня-завтра оперативные штабы принятия решений. Коллеги, надеюсь, и принятие мер к вашим подчиненным, ответственным за работу по контролю, соблюдению принятых ограничений. Глава региона обратил особое внимание на те муниципалитеты, где были отмечены очень низкие и даже нулевые темпы вакцинации выходные. Расслабляться нельзя. Задача региональных властей – защита жизни и здоровья граждан. Нужно работать в режиме повышенной готовности, в том числе и выходные. Вот вместо того, чтобы эти пиковые нагрузки снять и найти вариант пригласить людей, в том числе договорившись, возможно, с руководителями тех или иных предприятий и учреждений, включая государственные и муниципальные, и сделать, провести вакцинацию в выходные дни, мы получаем нулевые результаты. В госпиталях региона развернуто 3614 мест, 10% которых свободны. Представители областного Минздрава отметили, что за неделю стало больше больных средней тяжести. Расход кислорода также растет, однако пока не достиг предельного уровня, который был во вторую волну. В Минздраве отметили невысокий уровень вакцинации среди отдельных профессиональных категорий, прежде всего работников торговли и сферы бытового обслуживания. Необходимо привить еще около 19 тысяч самарцев, работающих в этих отраслях. В Самаре и Тольятти, чтобы помочь медикам и ускорить внесение в систему учета данных о тех, кто прошел вакцинацию, привлекли волонтеров. Также руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова напомнила о необходимости размещения на портале Госуслуг сведения о результатах ПЦР-теста для тех, кто возвращается за границей. Теперь это можно сделать в течение четырех дней с момента прибытия. В отношении тех, кто не выполнил требования, составляют протоколы. Андрей Горгуленко, Виктория Шаре. События. Виктория Шаре.